В 1555 году, в глухом уголке Франции, Нострадамус начал писать серию таинственных стихотворений, полных странных идей. Сейчас утверждается, что это были удивительно точные предсказания грядущих событий. Описывающие катаклизмы и катастрофы за сотни лет до того, как они произошли. Нострадамус на голову выше других прорицателей и пророков. Ему приписывают предсказания практически всей мировой истории, после его смерти, до наших дней и далее. Но кто был этот необыкновенный человек? И были ли его стихи действительно самыми точными предсказаниями из всех? Нострадамус. Истина. Нам нравится думать, что мы живем в рациональном научном мире, бесконечно и далеко от средневековых предрассудков. Однако подобные взгляды подверглись испытанию событиями с сентября 2001 года. 11 сентября Стало самым шокирующим событием новейшей истории. Но вскоре после этого миллионы людей обратились не к науке и не к рациональным объяснениям. Вместо этого они вспомнили слова давно умершего пророка. Вскоре после событий 11 сентября, больше всего запросов в интернете касалось не Бен Ладена и не Джорджа Буша, а Нострадамуса. Мысль о том, что Нострадамус мог пролить свет на недавние события, может показаться абсурдом. Но именно это утверждают его поклонники. Слава Нострадамуса основана на без малого тысяче четверостишей, или Катренов, написанных им. Все они исполнены таинственных намеков. Но для тех, кто верит в Нострадамуса, они представляют собой тайный шифр, который предсказывает всевозможные будущие события, включая 11 сентября. Марио Ридинг – один из самых известных поклонников Нострадамуса. На его взгляд, события 11 сентября предсказаны совершенно точно. Огонь из центра земли потрясет башни нового города. В результате, две огромные скалы будут вести долгую войну. Пока источники Аретузы не наполнят заново реку кровью. Здесь каждая строчка связана с катастрофой 11 сентября. Огонь из центра земли, керосин, который был основой взрыва, потрясет башни нового города. Более-менее очевидно, но новый город находился в новом мире, о котором Нострадамус уже знал в свое время. Две огромные скалы, две огромные скалы, христианство и ислама, которые будут вести долгую войну, которая будет продолжаться много-много лет. Это, должен сказать, произвело на меня невероятное впечатление. Ридинг считает, что стихи Нострадамуса предсказывают все, от великого лондонского пожара до урагана Катрина. Есть и несогласные, которые считают, что слова Нострадамуса неправильно толкуются его сторонниками. Они знают, что все это неправда, но это просто легкий способ зарабатывать на жизнь. Так был ли Нострадамус пророком? Нострадамус родился в 1503 году на юге Франции, в Провансе. Это было неспокойное время. Если посмотреть на реальные условия жизни Нострадамуса в Провансе, как и во всей Европе, то кругом царила грязь. Люди никогда не мылись. Церковь проповедовала против мытья. Все были покрыты вшами и большую часть времени чесались. Жизнь была короткой, убогой и полной предрассудков. И смерть была рядом в любое мгновение. С самого начала Нострадамус выделялся среди других людей. Он был еврейского происхождения, что реально означало его второсортность. Вероятно, его деды были ортодоксальными иудеями, перешедшими в христианство. Но, несмотря на это, о его происхождении не забывали. Он всегда чувствовал на себе внимание церкви, следившей за каждым его шагом. Впрочем, ранние годы Нострадамуса выглядят вполне обычными. К 20 годам он женился, остепенился и выучился на врача. Он даже открыл свою аптеку. Вы должны представлять, это что-то среднее между бокалейной лавкой и аптекой. Там было что угодно. Сладости, леденцы, воск, самые разные вещи. Аптеки были местами сосредоточения сплетен. Здесь имели место азартные игры, здесь заключали пари о таких вещах, как, скажем, пол будущего ребенка. То есть предсказания разного рода имели место как раз в аптеках. К концу 30-х годов 16 века Нострадамус был всего лишь одним из многих счастливых женатых лавочников. Но затем произошло нечто, направившее его жизнь в совершенно другое русло. Думаю, несомненно, то, что смерть жены и детей Нострадамуса от чумы в Оржене оказала на него огромное влияние. И я считаю, что это событие что-то сдвинуло в нем, потому что именно с этого момента у него начались прозрения. Охваченный горем Нострадамус отправился в путешествие по Европе. Он путешествовал более 10 лет, впитывая дрожжи новых и оккультных идей, распространенных на континенте. От еврейского мистицизма до астрологии. Когда Нострадамус вернулся в Прованс в 50-х годах 16 века, он уже был готов опубликовать свое величайшее произведение. Предсказание. Книга, которая изменит историю. Нострадамус. Истина. Продолжение следует... Никто не верил в то, что это возможно. Кроме тех немногих, кто умеет мечтать и добиваться поставленной цели во что бы то ни стало. Они создали уникальные конструкции, мощные и крепкие. Не спасовали перед трудностями. И всегда верили в то, что это возможно. Всепобеждающая мощь человека. Рукотворные чудеса Азия. По вторникам. На канале Discovery. Если бы выполнение захватывающих трюков было воображаемым, то сделать сальто на мотоцикле над поездом, скоростной спуск на байке с крутой горы, прыжок с летящего самолета на другой не составило никакого труда. Но когда это надо сделать по-настоящему, это немного труднее. Известный бейсер Джефф Корлис и компания не менее отчаянных ребят демонстрируют свое мастерство в новом сериале «Помешанное на трюках» в пятницу на канале Discovery. В 1555 году появилась книга, которая со временем прославит Нострадамуса во всем мире. Предсказания. 942 мрачных пророчества о грядущих событиях. До Нострадамуса было немало тех, кто предсказывал судьбу. Но он от них отличался, поскольку имел доступ к совершенно новому изобретению. Нет сомнений, великим техническим прорывом эпохи Возрождения было книгопечатание. Внезапно появилась возможность печатать большое количество книг и распространять их по Европе. Таким образом, крайне радикальные, нелепые и блестящие идеи теперь могли проникать в дома всех тех, кто имел счастье быть грамотным. Вероятно, это была одна из самых, если не самая быстро развивающаяся отрасль того времени. Книгоиздатели очень старались отыскать бестселлеры, что, конечно, весьма способствовало популярности астрологии, предсказаний и тому подобного, поскольку эти книги нередко продавались в очень больших количествах. Это было идеальное время, дававшее возможность человеку использовать новейшую информационную технологию. Его работа могла распространяться по всей Европе. Родись он сотни лет раньше, все это не вышло бы за пределы Прованса, даже если бы ему повезло. Но дело не только в том, что работы Нострадамуса имели более широкое распространение, чем труды его предшественников. Его язык тоже был другим. Своей огромной популярностью Нострадамус обязан тому, что нашел этот очень особый стиль. Это что-то вроде сырой формы, сырых видений, исходящих из его разума и воплощенных в очень странную, изощренную и малопонятную поэзию. Все думали, что этот человек действительно мог видеть судьбы человечества. Казалось, туманный стиль Нострадамуса придуман для его неспокойной эпохи. Когда он вернулся в Прованс, война между католиками и протестантами достигла апогея, и каждая сторона ассоциировала другую с Антихристом. Ощущение приближения конца света распространилось по Франции. Нострадамус выглядит самым подходящим человеком для непростых времен, поэтому вы получаете то, что кажется средним между его в целом довольно мрачным взглядом на мир и происходящим вокруг вас. Несмотря на первоначальные успехи, Нострадамус мог и не стать таким знаменитым. Но однажды самая влиятельная во Франции персона прочла его книгу. Эта необычная итальянка, королева Франции, суеверная до мозга костей, искала тех, кто смог бы показать ей будущее. Она узнала о Нострадамусе и буквально выдернула его из провинциальной безвестности к парижской славе. Королева Екатерина Медичи вызвала Нострадамуса к королевскому двору. Следует помнить, что это был, несомненно, самый блестящий двор Европы того времени. Французский королевский двор действительно не имел равных. Говорят, один Катрен особенно встревожил королеву. Ничего удивительного могло показаться, что в нем предсказана смерть ее супруга, короля Франции, Генриха II. Для поклонников Нострадамуса этот стих особенно важен, поскольку, по их словам, в нем Нострадамус впервые успешно предсказал будущее. Катрен, который принес Нострадамусу истинную славу, был Катрен о смерти Генриха II, опубликованный за три года до смерти короля. Именно в этот момент Нострадамус возвысился над всеми прочими прорицателями и пророками. Молодой лев одолеет старого на поле сражения в поединке. Он выколет его глаза в золотой клетке. Внутри золотой клетки его глаза будут пираться. Две раны в одной и он примет жестокую смерть. Молодым львом был Монтгомери, начальник королевской охраны. И Монтгомери спросил у короля, не желает ли тот сразиться с ним на турнире. И король, который был отважным, гордым и довольно молодым человеком, согласился, несмотря на возражения Екатерины Медичи, умолявшей его не участвовать в турнире. Король стоял на своем. Первые две схватки Монтгомери сумел провести, не столкнувшись с королем. Но потом у него сломалось копье. Тогда к королю подошла королева и просила, не делай этого больше, пожалуйста. Но король стоял на своем, несмотря на сомнения Монтгомери. И в последний момент Монтгомери попытался поднять копье, но оно разлетелось, разбившись о шлем короля. Обломки копья пробили глаза короля и его горло, после чего он девять дней умирал в мучениях. Он умер именно так, как предсказал Нострадамус, что значительно изменило историю Франции. Нострадамус стал почитаемым предсказателем. Королева назначила ему государственную пенсию, и он оказался в положении, напоминающем почетную отставку. Сразу после смерти Нострадамуса его знали только во Франции. Но вскоре его слава распространилась по всей Европе. В 1666 году, после великого лондонского пожара, кое-кто утверждал, что среди предсказаний Нострадамуса был стих, в котором, судя по всему, это было предсказано. Кровь праведного исчезнет из Лондона. Город загорится внезапно в 66 году. Старая дама упадет с высокого места, многие другие протестантские церкви тоже будут разрушены. Внезапно, в 66 году, это вполне совпадает с 66 годом, старая дама, которая упадет с высокого места, это собор Святого Павла, который был сильно поврежден во время пожара. К 20 веку репутация Нострадамуса, как всемирно известного предсказателя, уже не подвергалась сомнению. Какое бы историческое событие не произошло, говорили, что оно было им предсказано, включая самые мрачные. Есть знаменитый Катрен Нострадамуса номер 224, в котором, судя по всему, Гитлер упоминается практически по имени. Голодные дикие звери будут пересекать реку. Большая часть мира будет против Гистера. Великий человек окажется в железной клетке. Германский ребенок ничего не поймет. Итак, в одном Катрене упоминаются и Германия, и Гистер. Нацисты действительно уверовали в Нострадамуса настолько, что использовали этот стих в своей пропаганде. Нацисты заявили, что Нострадамус предсказал победу немцев во Франции. И когда немцы вошли во Францию при седании, они разбрасывали листовки с этим текстом с самолетов. И французы, многие из которых верили в Нострадамуса, устремились на юг Франции, оставив Париж, что в значительной степени облегчило немцам захват Парижа. После войны в Европе репутация Нострадамуса укреплялась с каждым годом. любое новое и пугающее событие связывали с его именем. В том числе и атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. На два порта и два города два бича, невиданных ранее, обрушат голод и чуму, и людей будут сжигать неизвестные металлы. Каждая строка имеет смысл. На два порта и два города. Оба города были портовыми. Два бича, невиданных ранее, но это две атомные бомбы, невиданные ранее, до этого момента. Людей будут сжигать неизвестные металлы. Это тяжелые металлы, которые использовались в бомбах. Утверждалось, что даже убийство Джона Кеннеди удостоилось внимания Настрадамуса. С высоты зло падет на великого человека. В преступлении обвинят мертвого невинного. Виновный же окажется скрытым среди людей. Для сторонников Настрадамуса свидетельства в его пользу бесспорны. По их словам, он предсказал большую часть истории и его работа остается непревзойденным триумфом искусства прорицания. Настрадамус дал своим современникам и нам тоже волшебное зеркало, которое показывает, что там за углом. Но сторонники Настрадамуса не в состоянии ответить на один неудобный вопрос. Нет никаких научных подтверждений в пользу возможности предсказывать будущее. Возможно ли, что он нашел для этого какой-то магический способ? В основе его прорицания всегда были его видения. Настрадамус не сомневался, что у него были божественные прозрения, что он обладал паранормальными способностями и его посещали пророческие видения, как бы их ни называли. Он даже утверждал, что среди его предков были такие, у кого были такие же видения, как у него. Он считал, что унаследовал эти способности. начиная способностей. Начиная с оракулов древнего мира, шаманы и им подобные утверждали, что их посещают видения. Большинство из них использовали определенные методы, чтобы добиться нужного состояния. У Нострадамуса тоже были свои приемы. Он находился в помещении, где стояла чаша с затемненной водой, причем часто это были чернила. И он видел свои пророчества, подолгу вглядываясь в эту воду. Кое-кто даже утверждал, что Нострадамус мог вызывать видения, пользуясь своими познаниями в области растений и трав. Доподлинно известно, что для толкования своих видений Нострадамус прибегал к древнему культу. Его предки были крещенными евреями, и его дед, по-видимому, посвятил юного Мишеля в тайны еврейской кабалы. Кабала – иудейская мистическая традиция, и чаще всего ее происхождение ведут от того момента, когда Моисей на горе Синай получил десять заповедей от Бога и передал их людям. А еще ему было передано тайное учение, которое он сохранил в тайне. Это учение передавалось посвященным от отца к сыну, от учителя к ученику. Здесь у нас зеркало 17 века, в котором отражается мистическая кабала, и здесь у нас 72 цифры. 72 – это число ангелов, наиболее значимых для кабалы. Каждый ангел имел свою сферу деятельности. Например, здесь у нас латинское слово «amor» – «любовь». И если вам было нужно содействие именно в этом, вы взывали к определенному ангелу. Следующий – «сапиенция», мудрость. То есть, если вам требовалась мудрость, вы обращались к другому ангелу. Здесь у нас архангел Михаил, особенно значимый для Мишеля Нострадамуса. И вообще есть письмо, одно из самых знаменитых писем Нострадамуса, в котором он пишет о призвании ангела, который приходит к нему и во сне дает ему прозрение. А еще он занимался одной из важнейших в 16 веке наук – астрологией. В наше время идея о том, что звезды и планеты могут влиять на нашу жизнь, часто считается беспочвенной. Но во времена Нострадамуса астрология считалась почтенной наукой. В то время астрология играла важную роль. В частности, интеллектуалы той эпохи считали астрологию самой важной наукой для понимания земной жизни человека, места человека во Вселенной, а также до некоторой степени для понимания хода истории. В основе астрологии лежала идея о том, что история повторяется. Нострадамус изучал исторические события. Он выяснил, какие положения звезд и планет соответствовали этим событиям. Затем он предположил, что при повторении этих астрономических положений произойдут и аналогичные события. Несомненно, что, подобно астрологам наших дней, Нострадамусу в немалой мере приходилось прибегать к интуиции. Когда речь заходит об искусстве астрологии, самое важное астрологическое толкование. Когда ты смотришь на таблицу, начинаешь нанизывать слова друг на друга и вдруг говоришь, ага, раз Юпитер в этой позиции, значит, этот человек будет очень счастливым. Если Юпитер в этой позиции, человек получит международную известность. Юпитер в этой позиции означает, что все будет плохо. Если же прибегнуть к интуиции, вы услышите как бы тихий звон колокольчиков. Так, хорошо, поскольку Венера означает любовь или деньги, так к чему же Венера в этой таблице тяготеет в большей степени? К любви или деньгам? Таким образом, в этом деле есть нюансы, с которыми, на мой взгляд, можно разобраться лишь с помощью интуиции. Нет никаких свидетельств того, что методы, такие как астрология, которыми Нострадамус пользовался для толкования своих видений, были действенными. И множество свидетельств говорят об обратном. В глазах критиков это полностью развенчивает Нострадамуса. Я всегда говорю сторонникам Нострадамуса, скажите хоть с какой-то степенью достоверности, что произойдет в будущем? Через год, через десять, через пятьдесят, скажите, когда начнутся мировые войны? И если хоть одно из этих предсказаний окажется верным, вот тогда это произведет на меня должное впечатление. Нет, я считаю, что Нострадамус был законченным шарлатаном, и вся эта история полнейшая бессмыслица. Итак, относятся ли странные стихи этого давно умершего автора к тем событиям, с которыми их ассоциируют? Нострадамус. Истина. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятный всему миру язык американского Чоппера. Любимый ведущий снова с вами по субботам на Дискавери. Вы никогда не думали, кем вы могли стать? Если бы все сложилось по-другому. Доктор Джи. Строитель фигур из домино. Занимайтесь тем, что у вас лучше всего получается. Доктор Джи медицинское расследование. Она делает свое дело. Находит правду в случае таинственных смертей. Новое расследование в абсолютно новом сериале. В среду, 6 декабря на Дискавери. Его народ воплощение прошлого и будущего. Он посвятил жизнь сохранению культурного наследия своего народа. Она мечтает о победе в непрекращающейся борьбе со своим главным противником Океаном. Жизнь у хозяина ранчо нелегкая, но трудности того стоят. Их родина это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Они покажут вам настоящую Австралию. Дискавери Атлас. Открывая Австралию. Сегодня на канале Дискавери. В течение сотен лет находились люди, утверждавшие, что Нострадамус сделал удивительно точные предсказания грядущих событий. Все эти утверждения объединяет одно. Они сделаны после того, как произошло то или иное событие. Никто не сумел воспользоваться Катренами Нострадамуса, чтобы сделать успешное предсказание до наступления событий. Причем нельзя сказать, что никто не пытался этого сделать. Среди предсказаний Нострадамуса есть стих, который относится к седьмому месяцу 1999 года. В седьмом месяце 1999 года с небес спустится король страха. Он отбросит короля монголов и затем воцарится война. Здесь говорится «Ле Руа де Фрейо» «Король страха». Нередко предполагают, что здесь имеется в виду, что король страха спустится с небес. Предполагалось, что в 1999 это может быть антихрист, комета или еще какие-нибудь невообразимые ужасы. По мере приближения указанного времени люди по всему миру заявляли, что предсказание Нострадамуса обязательно сбудется. Имела место паника. Настоящая паника. Потому что казалось, будто там подразумевается конец света. Обрушились рынки ценных бумаг, а в некоторых странах опустили магазинные полки. Известный французский модельер Пако Рабани был настолько убежден в приближении конца света, что отменил свои крупные показы в Париже. Нострадамус никогда не ошибается. Но 24 июля наступило и прошло. Конец света не наступил. Тогда специалисты по Нострадамусу произвели перерасчеты и назначили новую дату на 11 августа. Но апокалипсис так и не пришел. Но почему? Этот эпизод показывает одну из самых больших проблем. Использование слов Нострадамуса для предсказаний. Тексты его произведений полны ошибок. Например, все предсказание насчет 1999 года основывалось на словах «Ле Роа де Фрейор» «Король страха». Когда этот стих изучили, обратившись к французскому 15-16 веков, а также изучили первое печатное издание Катренов Нострадамуса, оказалось, что в слове «де Фрейор» нет апострофа между «де» и «э». Таким образом, слова «Ле Роа де Фрейор» без апострофа означают просто «хороший, добрый, щедрый король», вроде короля Венсисласа из рождественского гимна. Оказалось, что в течение многих лет слова Нострадамуса постоянно изменялись, к ним что-то прибавляли. И сама та технология, которая популяризировала его работу, добавляла ошибки. Питер Ле Межерье детально изучил Катрены в исходном виде. Очень трудно найти хотя бы два экземпляра одного издания, которые были бы совершенно одинаковыми, потому что все печаталось вручную. Литеры часто выпадали из рамок, а исправление и корректуру приходилось делать по ходу дела. В результате было много опечаток. Довольно часто слово, по-французски означающее «два», печаталось с апострофом, и в таком написании оно означало «из них», или наоборот. Или слово «дама» печаталось с апострофом после «д», и в таком случае оно означало «из души». И когда попадались, к примеру, незнакомые слова, названия тех мест, о которых наборщик никогда не слышал, он просто делал, что мог, и эти слова иногда и близко не напоминали исходные. Сторонники Нострадамуса без тени смущения утверждают, что некоторым Катренам можно полностью верить. Лайонел Фанторп твердо верит, что в одном из стихов предсказывается судьба знаменитого француза, героя войны. Трижды человек по имени Деголь будет лидером Франции. Здесь можно вспомнить о генерале Деголе, весьма достойном лидере во время битвы за Францию, который затем возглавлял французские войска против немецких оккупантов, а с 1958 года был президентом. Что и означает, трижды человек по имени Деголь будет лидером Франции. Франции. Но Питер Ле Межерье считает, что это пример еще одной проблемы с Нострадамусом, пример неправильного перевода. Обычное дело, когда люди, не понимающие французского языка Нострадамуса, говорят, что там должен быть более глубокий смысл. Даже те, кто довольно хорошо знают французский, для этого недостаточно хорошо знают французский с 16 века. А те, кто знают французский с 16 века, недостаточно хорошо понимают манеру Нострадамуса изъясняться на языке 16 века. Можно прийти в отчаяние, пытаясь разобраться, в чем там смысл. Он считает, что на самом деле текст относится ко временам Римской империи. Здесь сказано, А здесь сказано всего лишь Деголь Ле Трои из трех галлий. Юлий Цезарь писал, что галлия состояла из трех частей. Так что перевод должен быть примерно такой. От Рима до Дании Геркулес будет так называемым лидером галлии из трех частей. Можете, конечно, притянуть сюда де Голля, но это будет некоторой натяжкой. Итак, с учетом этих двусмысленностей, что это значит для некоторых из самых знаменитых предсказаний Нострадамуса? Можно ли им больше доверять? Одно из самых знаменитых предугадывает возвышение Гитлера, так по крайней мере говорят. Но насколько это достоверно, если учесть, что имя в стихотворении не Гитлер, а Гистер? Считается, что он думал, или по крайней мере заявил, что человек по имени Гитлер появится в Германии и причинит немало бед. На самом деле он употребляет слово Гистер, а это на латыни старое название Нижнего Дуная. Поэтому хоть слова и похожи, но одно другим заменить нельзя. На это фанаты, конечно, скажут, да, но зато он родился недалеко от Дуная. Таких людей никогда не переспорить. Но если Нострадамус имел в виду Гитлера, почему он его так и не назвал? Его поклонники утверждают, что он намеренно допускал неточности и вполне обоснованно из-за инквизиции. Крещеному еврею Нострадамусу приходилось быть очень осторожным в высказываниях. Одна из опасностей жизни в 16 веке состояла в том, что он был под подозрением у инквизиции, а инквизиторы очень жестоко обходились с теми, кого арестовывали, а потом казнили. Поэтому Нострадамус старался заметать следы. Нострадамус для инквизиции был мелким раздражителем, если вообще таковым являлся. Инквизиторы считали, что он может перейти тонкую грань между считавшейся вполне нормальной астрологией и невероятно опасной магией. Так что граница была очень зыбкой. Но я не думаю, что он занимал одну из первых строчек в их списках. Я хочу сказать, что и так хватало достойных протестантов, которых можно было сажать и сжигать, поэтому не было особого смысла заниматься этим своенравным типом из Прованса, который утверждал, что немного умеет предсказывать. Наверное, не было необходимости зашифровывать такое слово, как Гитлер, словом Гистер. В знаменитом предсказании о нацистах есть, впрочем, более очевидное упущение. Голодные, как дикие звери, они будут пересекать реки. Большая часть мира будет против Гистера. Великий человек окажется в железной клетке. Нацисты утверждали, что здесь предсказана их победа. Но на самом деле они проиграли войну. Это ничуть не смущает сторонников Нострадамуса. Теперь они уверяют, что с самого начала именно это и было предсказано. Этот Катрен просто восхитителен, потому что говорит не только о том, что случится с Гитлером, но и с Муссолини, которого повесили вверх ногами в железной клетке в сгоревшем гараже возле озера Комо вместе с его сожительницей. А слова «голодные, как дикие звери, они будут пересекать реки» относятся к русским, которые форсировали две реки, чтобы войти в Германию. Фраза «германский ребенок ничего не поймет» означает, что они не понимали, что с ними будет в результате следования за Гитлером. Поэтому я считаю, что в этом Катрене все достаточно ясно. Похоже, слова Нострадамуса можно постоянно перетолковывать по мере изменения событий. Проблема в том, что он почти никогда не снабжал свои предсказания датой. А если он и называл дату, то и изворачивался как мог. Например, в предсказании о Великом Лондонском пожаре он не говорит 1666 год, год пожара. Там сказано 66-й. Критики утверждают, эта расплывчатость повышает вероятность того, что события покажутся соответствующими тому или иному Катрену. А законы вероятности означают, что даже маловероятные события рано или поздно происходят, лишь бы прошло достаточно времени. Ричард Уайсмен, один из самых яростных критиков Нострадамуса. Итак, сыграем в рулетку Нострадамуса. В обычной рулетке ты ставишь деньги на какой-то номер, поворот колеса, и если выпадает твой номер, ты выигрываешь. Но Нострадамус, делая свои предсказания, не говорил, когда это произойдет. Так что в этом варианте рулетки мы выбираем число, а потом крутим колесо, пока не выиграем. Как игрок, Нострадамус рассчитывал, что со временем выпадет нужное число. Вот так. 23, красное. Именно так, как я и предсказывал. Так что в рулетке Нострадамуса замечательно то, что со временем обязательно выиграешь. Иногда, впрочем, слова Нострадамуса настолько точно совпадают с событием, что появляется соблазн отмахнуться от такой логики. Что это значит для самого зловещего предсказания последнего времени, того, что касается 11 сентября? Огонь из центра земли потрясет башни нового города. В результате две огромные скалы будут вести долгую войну. Пока источники Аретузы не наполнят заново реку кровью. Вот что говорят сторонники. Здесь каждая строчка связана с катастрофой 11 сентября. Потрясет башни нового города. Более-менее очевидно, но новый город находился в новом мире, о котором Нострадамус уже знал в свое время. Впрочем, критики говорят, что это просто неправильное толкование слов Нострадамус. Нет никаких причин считать, что новый город это Нью-Йорк, ведь в мире немало городов со словом новый в названии. Многие из них имеют значение новый город, и самый крупный из них не Аполь, что по-гречески означает новый город, что обычно и имеет в виду Нострадамус, упоминая новый город. Огонь из центра земли, керосин, который был основой взрыва. Речь идет о крупном извержении Везувия рядом с Неаполем в 11 веке, когда норманны вторглись в Южную Италию с территории Сицилии. Ну зачем Нострадамус написал об извержении, которое произошло задолго до его рождения? Ответ заключен в его методе пророчества. Как астролог, он всегда начинал с изучения очень специфических событий прошлого. Затем, исходя из идеи о цикличности истории, он предполагал, что подобные события снова произойдут. Иными словами, стихи Нострадамуса относятся в основном не к будущим по отношению к нему событиям, а к прошлым. И это относится ко всем его стихам, включая те, которые, как считают, относятся к 11 сентября. Когда видишь такое стихотворение, надо спросить себя, к какому прошлому событию оно относится? Потому что практически все стихи Нострадамуса относятся к историческим событиям. А как насчет Катрена, который, как считается, принес Нострадамусу славу? Того, в котором говорится о турнире, того, который считается его самым первым успешным предсказанием. Молодой лев одолеет старого на поле сражения, в поединке. Сам Нострадамус при жизни никогда не думал, что этот Катрен предсказывает смерть Генриха II. Мы знаем из его переписки с другими людьми, что он на самом деле выбрал совершенно другой Катрен, не тот, который все интерпретаторы считают самым известным примером правоты Нострадамуса. Если посмотреть на этот Катрен 135-й, можно увидеть, что там все не так. Там сказано, что это произойдет на поле сражения, но это произошло не на поле сражения. Он говорит о двух флотах или двух армиях, но там не было ни флотов, ни армий, и поэтому люди начинают искажать слова. В применении к Нострадамусу это обычный метод искажать слова, искажать события или искажать то и другое. Именно на этом основано большая часть индустрии вокруг его имени. Люди ненасытны в отношении предрассудков, тайн, лицемерия и прочей чепухи. И он действительно их великий пророк. Похоже, что Нострадамус действительно не предсказывал ни 11 сентября, ни появлений Гитлера, ни что бы то ни было еще. Но значит ли это, что в наше время он уже никому не нужен. Марио Риддинг с этим не согласен. Он утверждает, что с помощью Нострадамуса может предсказывать грядущие события. Это противоречивый Катрен, который, похоже, говорит о смерти мирового лидера. «Очевидно, президенту Бушу грозит смертельная опасность». Нострадамус истина. Это устройство сделали в 19 веке из дерева и металла. Высота конструкции 40 сантиметров. При работе с устройством необходимо постоянно нажимать рукой на крышку, которая находится в верхней части конструкции. В центральный отсек можно устанавливать металлические барабаны или диски с режущей кромкой, которые вращаются при повороте рукоятки. Угадайте, что это? Один из первых кухонных комбайнов. Овощи или другие продукты закладывали сверху под крышку. Одной рукой нажимали на крышку, а другой вращали рукоятку. Барабаны и диски начинали вращаться и нарезали продукты на ломтики, измельчали или шинковали. Летающая тарелка это его изобретение. Умная плесень это его открытие. Персональная модель Jet Wings риск оправдался. Самые фантастические мечты, самые невероятные идеи их воплощает в жизнь. Человек Передобыли технологические достижения в сериале Забрание Четверг 30 ноября на канале Дискавери Нам кажется невероятным, как новые технологии помогают нам быть вместе. И по этому поводу мы создали маленький сериал. Полную версию вы можете посмотреть на сайте www.discoveryurope.com making connections В наше время, которое кажется эрой науки и разума, Нострадамус более знаменит, чем когда бы то ни было. Возможно, его неувидаемая популярность имеет психологическое объяснение. Всегда будет существовать рынок предсказателей и пророков разного рода. Парадокс, на мой взгляд, состоит в том, что внушительные достижения науки делают людей более восприимчивыми к сверхъестественному. Людей пугает наука и огромный объем накопленных нами знаний. Их захватывает мысль о том, что они могут в чем-то разобраться, прочитать какую-то тайную книгу, что есть человек, который знает больше за счет волшебства. Если обратиться к недавним социологическим опросам о вере в паранормальные явления, о вере в пророчества и предсказания, выясняется, что половина населения по-прежнему считает это возможным. И хоть нас и окружают наукой, технологией, мы все еще верим в то, что есть люди, способные предсказывать будущее. Думаю, это улучшает наше самочувствие. Еще это добавляет в нашему миру оттенок тайны. Наука вдруг оказалась не способной объяснить все. Несмотря на психологическую привлекательность Нострадамуса, нет никаких свидетельств того, что он был пророком. И единственное, что может переубедить скептиков, это точное предсказание какого-либо события до его наступления. Марио Ридинг хочет это сделать. Любой, кто пытается предсказать будущее с помощью Нострадамуса, сильно рискует. Но я думаю, что с некоторыми Катренами это можно сделать довольно однозначно. Поскольку они не одобрили его развод, человек, которого они впоследствии сочтут недостойным, люди заставят уйти короля островов и его заменит человек, который не должен был стать королем. Думаю, можно предположить, что речь идет о Чарльзе. Это не Уильям, который наследует отцу, но возможно Гарри. Но почему, я не представляю, Нострадамус этого не объясняет? Марио Ридинг говорит, что у него есть и более тревожное предсказание. Это противоречивый Катрен, который, похоже, говорит о смерти мирового лидера примерно в 2006 году или позже. В Катрене говорится «Приемник отомстит своему красивому брату. Под прикрытием мести он возьмет в свои руки королевство. Препятствие устранено. Видна его мертвая кровь». Во второй строке мы видим классический шифр Нострадамуса. Это слово «сузам», что означает «под прикрытием», «в пустыне», то есть «под кустом». Поэтому я толкую это так, что может быть предпринята попытка покушения на президента Буша. И в этом контексте, если такое случится, Нострадамус предвидит и довольно мрачные последствия. Если предсказание не сбудется, это может бросить тень на репутацию Марио Риддинга. Но репутация Нострадамуса не пострадает. В течение четырех веков после своей смерти он продолжает оставаться легендой, к которой люди обращаются, когда происходят тревожные события. Забавно, что этого-то он как раз и не предсказывал.